Если твое видео на YouTube набрало рекордное количество просмотров, ты не только станешь очень богатым, но и мега знаменитым. Это News Zone, все, что произошло за последние 10 часов на полях шоу-биза. И прямо сейчас я расскажу вам о самых популярных видеороликах интернета, а также о новом клипе Алиши и Киз, подарке Тейлор Свифт и очередном витке скандала Киркорова и Тимати. Коротко о главном. Популярный видеосервис составил российский и общемировой рейтинги самых популярных видеороликов 2012 года. В общем мировом списке больше всего просмотров собрал Сай с клипом Каннам Стайл. На втором месте расположился клип Somebody That I Used To Know. Замыкает тройку лидеров мирового рейтинга вирусный ролик движения Invisible Children под названием Кани 2012. Среди российских пользователей первенства досталась мультфильму Большая стирка из серии Маша и Медведь. Второе место в списке занял Сай и его Каннам Стайл. Третье место Рунета досталось клипу певца Влади из группы Кастом на песню «Сочиняй мечты». Также в десятке популярных в России видео оказались «Ты кто такой? Давай до свидания, Тимати», видеоклип Ромы Желудя «Лайк» и другие. Алишия Кис представила клип на новую композицию Brand New Me. Песня стала уже вторым синглом с вышедшего альбома Girl on Fire, который смог дебютировать на первом месте авторитетного Billboard 200 с продажами в 159 тысяч копий. Режиссером выступила американка Дайан Мертл, которая снимала клипы Ники Минаж, Бритни Спирс, Бейонс и другим. В своем твиттере известный рэп-исполнитель Тимати сделал неожиданное признание. Он вдруг извинился перед своим оппонентом Филиппом Киркоровым и признал его королем. Накануне конца света многое осознал. Подвел итог не только своих достижений, но и ошибок. Да, я согласен, я не Баста и Нагана, и не стоило прыгать выше головы. Это не мой уровень. Теперь о главном. Уважаемый Филипп Бедросович, приношу свои извинения и признаю ваш статус короля. Однако вскоре артист удалил этот пост и заявил, что его аккаунт взломали, и на самом деле он придерживается своей старой позиции. Моя позиция остается неизменной в отношении всего прежде высказанного. Сдавать заднюю не в моих принципах. Завтра восстановлю аккаунт. Спасибо за внимание. Тейлор Свифт полностью погрузилась в новые отношения с участником группы One Direction Гарри Стайлзом. В знак своей любви певица пробежалась по музыкальным магазинам Ливерпуля и приобрела для своего кавалера прекрасный подарок в виде пластинки группы The Beatles за 80 тысяч долларов. 18-летний Стайлз является большим поклонником ливерпульской четверки. Солистка группы A Studio тайно вышла замуж. Избранником Кэти Тапурии стал грузинский бизнесмен по имени Ливан. Он на 7 лет старше певицы, тоже родом из Тбилиси. Известно, что парочка до свадьбы встречалась 3 года и наконец-таки решила узаконить свои отношения. Кэти вышла замуж, отказавшись от традиционной свадьбы с гостями, белым платьем и прочими атрибутами. О свадьбе даже не знали коллеги-солистки, музыканты группы A Studio. Кэти считает, что на крутых банкетах веселятся только гости, а жениху с невестой приходится заниматься организационными проблемами. Музон Тайн не хранит. Каждый кадр у нас является достоянием общественности. Например, наши новости можно свободно найти во всех социальных сетях. Также можно увидеть, как проходит онлайн-голосование за номинантов премии EMA. muzon.headline.kz Заходите и голосуйте. И дневник грядущей премии вы тоже не можете пропустить. Он, кстати, прямо сейчас. Дмитрий Шок был с вами. Мы рассказываем только то, что завтра будет обсуждать весь мир. Это дневники Евразийской музыкальной премии. Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная EMA, где спикеры в лице организаторов шоу дали ответы на главные вопросы о грядущем событии. Арманжан Байтасов сразу озвучил цель премии телеканала Muzon. Телевидение телеканал Muzon хочет быть в среде шоу-бизнеса и быть на короткой ноге со всеми продюсерами, со всеми артистами, со всеми исполнителями. Мы хотим показать, что мы сопереживаем им. Мы готовы их поддерживать, готовы поддерживать их творчество. Новинкой премии станет то, что на самом шоу можно будет не только сидя наблюдать за происходящим на сцене, но и от души натанцеваться в фан-зоне. Премия будет больше в молодежном формате. Мы оставляем большое пространство для фан-зон, для тех, кто сможет танцевать, для тех, кто сможет расслабляться, веселиться на концерте. Хотим сделать большую сцену, хотим использовать все возможные современные технологии, для того, чтобы это было ярко, для того, чтобы это было броско. Создавать особую атмосферу праздника будут и ведущие. Здесь собравшихся также будут ждать сюрпризы. Ведущих будет много, их будет шесть человек, то есть будут работать три пары ведущих. Это будут, конечно, популярные, известные, любимые ведущие. А хочу вам сказать, что наши, только наши. Две пары ведущих будут работать вообще практически в интерактиве, в прямом режиме общения и с залом, и с номинантами, и с фан-зоной, и с болельщиками. То есть вы это все увидите. Помимо десяти номинаций, организаторы и спонсоры шоу определяют своих победителей и вручат им специальные награды. Лаврадио будет вручать приз номинации «Лучшая песня о любви». Тенгри и Фэм, у нас также один из со-партнеров, объявят лучшую рок-группу Казахстана 2012 года. Радио нас определяет за вклад в развитие шоу-бизнеса Казахстана. Телеканал «Музом» практически уже определил лучшего артиста Евразии, и мы его объявим тоже 2 февраля на самой премии. Приобрести билеты на EMA каждый желающий сможет уже в начале января. Здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Вход на шоу от 250 тенге. Особо активные смогут выиграть билеты в эфирах радиостанции и, конечно же, на лучшем музыкальном. Следите за анонсами и ждите новостей. Главное музыкальное событие Евразии состоится уже 2 февраля 2013 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА